Гришанин Олег Витальевич, компания «Спецлаб». Наша компания довольно-таки известна. Профиль можно описать как научная разработка технологий в области видеонаблюдения. Я бы сказал, что мировой рынок безопасности как-то притормаживает. За последние 10 лет каких-то сдвигов особенно я, к сожалению, не увидел, поэтому лично меня ничего не прилипло внимания. Стандартная или, так сказать, традиционная видеоналитика, которую сейчас рекламируют, конкретно в нашей компании считают бесполезной, бессмысленной. Декларируется какой-то искусственный интеллект. Искусственный интеллект никто никогда еще не придумал, никто никогда не видел. Поэтому мы считаем, что то, что сегодня представляется на рынке в качестве видеоналитики, все это пиар-технологии и ничего больше. Совершенно верно. Но это не стандартная видеоналитика. Я опять сказал про классическую видеоналитику, которая представляет 99% компаний, в том числе и в мире. Существует, конечно, не интеллектуальная, но довольно продвинутая логика. Мы ее называем видеосемантика, которая позволяет действительно делать полезные вещи без всякого шаманства, без всякой фантастики, никакого искусственного интеллекта, просто продвинутая полезная логика математическая. Собственно говоря, она раскладывает все происходящее перед камерами на ключевые кадры. То есть короткие видеосюжеты передают полностью длинные события, которые происходят перед видеокамерами. Таким образом сокращается время, которое необходимо потратить на видеонаблюдение. Устраняется человеческий фактор, проблема человеческого фактора, так как человеку уже не обязательно постоянно смотреть на монитор, он может отвлекаться. Эти короткие ключевые моменты, они не уходят с экрана, остаются там долгое время. Человек может ходить покушать, открывать ворота, возвращаясь, он не пропустит ни одного события. И это довольно-таки полезно и уже оправдывает себя. И мы уже с этим три года сталкиваемся, что именно эта технология очень полезна на этом рынке. И как видите, на этой выставке наш стенд один из самых крупных. Вот за счет вот этой полезной технологии, так как мы никак не аффилированы с государством, мы работаем только за счет своих технологий на конечного потребителя. И если потребитель будет недоволен, то у нас не будет просто денег на участие в этой выставке. И как видите по стенду и по другим параметрам, эта технология и хорошо продается конкретному частному потребителю, и хорошо себя зарекомендовала. Но очень трудно отказать вашим менеджерам, они работают очень активно, очень профессионально, и отказать здесь очень сложно. Тем более у вас такие красивые девушки, которые работают к нам, приезжают в Иваново, и сподвигли нас на участие в этих выставках. Впечатлений много. Я не знаю, как относительно других компаний. Я могу сказать лично для себя, лично за нашу компанию. Мы очень довольны этой выставкой, даже более чем. Я даже не знаю, как это выразить. Такого аншлага на нашем стенде не было еще ни на одной выставке. То есть мы взяли очень много людей, консультантов, и ни один не простаивал. И наоборот, все работали с повышенной нагрузкой практически, наверное, каждую минуту. То есть не было ни одного перерыва ни на секунду. Очень много клиентов. Как вы их сюда нагнали, очень сложно. Как нагнал «Гротек» столько народу, мне трудно сказать. Но это случилось. Я бы даже сказал, наконец, сбылась мечта того, кто здесь выставляется. То есть раньше мы должны были приглашать кого-то, своих потенциальных клиентов, раскидывая рекламу на выставку, это было не совсем правильно. То, что организаторы выставки сами занялись поиском посетителей, это большой плюс. То есть до этого, до прихода «Гротека» здесь такого практически не было. Сейчас же мы видим рекламу ТВ-форума и по телевидению, и во многих СМИ. Я считаю, как ни странно, я немножко не, может быть, недолюбливаю «Гротек» в плане издания журналов. Слишком все рекламно. Но как организаторы этой выставки просто высший класс, честно скажу, очень понравилось.